всем привет мы едем на пляж у нас сегодня шикарная погода мы попробуем слишком шикарно вот мы попробуем съездить на пляж посмотрим открыта ли парковка а если не открыто то мы где-нибудь в центре малахайда припаркуемся и пойдем погуляем хотела сегодня снять видео не попросила одна зрительница про ирландию рассказать жизнь в ирландии про цены про зарплаты про все такое я хотела сегодня это видео снять чтобы завтра выложить на что такая шикарная погода что жалко просто было дома сидеть поэтому сегодня опять у нас обычный наш влог блог так я вот очень честно говоря знаете чего боюсь я знаете чего очень боюсь я боюсь того что нас остановит полиция но как бы мы не нарушаем но у меня почему-то вот этот вот момент что нас могут остановить меня просто вводит в ужас надеюсь этого не произойдет а а а ну что мы на месте машин полно парковка открыта людей людей полно вот все общем в порядке мы выдвигаемся на пляж 1 волосы собрать я одета очень легко и у меня нету с собой никакой теплой одежды ванька есть толстовка я с собой взяла а вот у меня проблема больше нет всей семьи вот 33 тыс 4 так и он самый теплый воде и он что самый теплый воде покупать так там же не самая вторая вторая старая ладно и она уже горячая я наоборот я вообще супер играть вань папа у нас по это между в душе покупается в еле тепленькой водички а вот мама любит кипяточек и я более люблю я люблю что ваш лук что ваш пар шел а папа у нас нет папа у нас любит все такое средненько я такой тепленько я выживочку блин я сейчас ушла честно говоря я забыл телефон открывай руку нет а что грудь большая песок потом вытащим песок я тоже сюда иду песка песке мы идем я практически правда вот в легких штанах как жарко легкой кофточке это на солнышке но когда дует ветерок то самое то толстовочку пододеть если честно длин все ноги в песке сгорающие есть отдыхающие есть неудобно стало а как у тебя умудрились песок в носочке за смотрите теплый песок горячий песок не тёплый песок просто горячий ваня говорю ваня снимай носки приятного горячий песок Очень холодно, очень холодно. Не, пошли назад. Снимемся вот так вот. Все, мы назад, очень холодно. Решили пойти погулять, просто погулять. Недалеко от пляжа, но не на самом пляже, потому что очень холодно. Около воды, весит ледяной. Местные дети в купальниках, но даже я говорю, я вот никогда не кутаю, но мне кажется, это очень холодно, прям насквозь продувают, ветровка реально нужна какая-то. Вот, а здесь отлично. Здесь не хочешь раздеться, Ваня? Нет, не хочешь. Будет жарко, разденешься, да? Вот, так что мы пойдем погуляем. Мы сейчас дойдем с вами до нашей первой квартиры съемной. И покажем вам, как там красиво у нас было. Вы представляете, когда мы здесь жили, вот на этом месте, что, Ваня, было? Помнишь? Да, русалка. Кстати, был такой, как сквер, очень зеленый, очень красивый. Русалка такая большая, памятник был. Ну, не памятник, как сказать, статуя. А сейчас, что здесь, стройка? Ё-моё, вот это да! Слушайте, ну кошмар. В этом комплексе разные есть дома. Есть вот такие вот трехэтажные апартаменты с небольшим двориком. Есть просто квартиры. Мы снимали просто квартиру. На каком? На втором этаже или на третьем? Не помнишь, Вань? Мы снимали на втором этаже двукомнатную квартиру. Вот. У нас был вид по двору, не на море. Но здесь есть люди, кому повезло, и у кого вид на море. Если говорить про этот жилой комплекс, у нас еще здесь моя знакомая тоже снимала. И у них как раз-таки выходили окна на море. У них очень сильно дуло отовсюду. Не только из окон, но, мне кажется, и через стены дуло. Поэтому качество этих домов оставляет желать лучшего. Но вид, я вам сейчас покажу, просто шикарный. Смотрите. За один только этот вид можно многое отдать. Уточки плавают. Отлив был, потому что обычно все эти камни скрыты водой. Лодочки, яхточки. Эти ути. Очень красиво. Пойдем прогуляемся. Такая вот набережная. Это тоже территория этого жилого комплекса. Смотрите, это лодка заведена. Нет, не эта. Какая-то другая тарахтик. Смотрите, какая красота. Вот дома. И у них вот такой вот вид. Представляете, утром проснуться. И у тебя такой вид. Здесь никогда так раньше не тарахтело. Поэтому шум здесь, как бы, это что-то новенькое. Это просто какие-то работы ведут. Здесь тоже еще лодочки. А вон, смотрите, вдалеке есть. Вон там какой-то заброшенный корабль. Вот там старый. И вот там вот еще корабли. Но там уже прохода нет. Там дальше заканчиваются суши. И дальше море. То есть это такой вот, как бы, коса такая, на которой мы сейчас находимся. Очень здесь симпатично все сделано. Очень красиво. Но качество домов оставляет желать лучшего. А цены просто сумасшедшие за счет расположения. Близость моря, это, помимо того, что это морской воздух и красивый вид, это еще и бесконечные ветра. Здесь постоянный ветер. Просто перманентно дует ветер. Здесь не бывает штиля. Постоянный ветер. Мы даже, когда эту квартиру решили уже, что берем, снимаем, мы вышли на улицу. И такое витрило было на улице. Мы, слово, задумались, не зря ли мы согласились. Потому что просто нереальный ветер. Просто выйти, расчесаться, можно не расчесываться. Выйти и все равно на голове бы черт что. Это проходит железная дорога. Местная электричка ходит. А вот был наш подъезд. Не наш, не забыл. Иногда был наш подъезд. Очень мне нравится. Смотрите, какая неудобная лестница. То есть это подъем в квартиру. Если лифта нет, соответственно. Вот у вас, например, коляска. Как ее сюда тащить? Вообще для Ирландии, если в помещении больше одного этажа, отсутствие лифта это крайняя редкость. Здесь есть лифт, если есть многоэтажность. Лифт есть практически даже в каких-то, вообще, чуть ли не в Холливу, знаете, где животные живут. Но я утрирую, может быть. Но здесь в этом смысле все очень четко. Не дай бог, какая-то дискриминация. А вот квартира вот с такими лестниками. Это, на мой взгляд, просто ужас. Тем более на две квартиры вот такая лестница. Будут строить не дом, а просто реконструкция, что ли. А-а-а. Вон оно что. Будет просто новый сквер. А я уже грешила на них. Думала, сейчас дом сюда впендюрит. Ничего себе. Но это здорово, когда открывают. Не написано. Будем сюда приходить гулять, Вань? Сквери. Сквери. Ух ты, сквери. Сквери. И папа. И вот в это кафе. Да, и вон тут лестница. Моя футбольная команда. Да, Ванина футбольная команда. Вон футболочка висит. Ванек захотел фишн чипс. Очень любит. Рыбку с картошкой фри. Он молодец, рыбу кушает. Именно тут. Да, именно здесь. Она очень вкусная. Вот этот бешов. Очень вкусная. И рыбка вкусная, и картошка вкусная. Знаете, такое ощущение, что они картошку не замороженную жарят, а свежую. Я не уверена, конечно, что это так. Может и нет. Но она на вкус прям какая-то очень вкусная. Да? Я не помню. Ты уже ждешь, переминаешь с ноги на ногу. Сам пойдешь забирать свой заказ? Нет. А что не ты? Я не хочу. Бум-бум-бум. На улице ждем заказ. Вот. Сейчас нас позовут и заберем. Да? Смотри, какапушка-то. Смотри, какапушка, смотри. Это не какапушка, это спанелька. А, это какапушка-то спанелька. Да, это какапушка-то спанелька. Слушайте, судя по тому, сколько готовится все это, это готовит. Не, на это однозначно, кстати, рыбу точно готовят для вас лично. Она не заготовлена заранее. Вот. А картошку, вот не знаю, но готовится довольно долго. Так что. Может быть, свежая картошка. Вот так. И она большая. И вся эта коробка полностью заполнена едой. Смотрите, какая-то... За это мы сколько заплатили вместе с водичкой? Водичка стоила один с чем-то, а полностью ее отдала где-то 12. Ну, то есть вот это вот... А, ну, а я вам сейчас скажу, сколько, 10 с чем-то. 10 с чем стоила вот такая вот порция картошки и рыбы. Она очень тяжелая. Боже мой, какие звуки отовсюду. Все, мы идем с Ваньком к машине. Мы с Ваньком к машине, в горку. Нам еще довольно далеко до пляжа чесать. Вот. Идем домой, Ванек будет кушать. Мам, ты чего снимай? Сколько? 9 с лишним? Э, смотри. 9 тысяч 991. Обалдеть. Еще 9 сегов, и будет 10 тысяч. Обалдеть. Не 10 тысячи, а 10 тысяч. 10 тысяч. Да-да-да. Вот парковщик. Штрафы ходит, выписывает. 10 тысяч, 10 тысяч. Вот и конец, прям 10 тысяч. Да. Смотрите. Ходит у всех тщательно, проверяет? Нет. Всем штрафики. Это не назвал, что первый раз у тебя будут... Знаете, мы сейчас с Ваней идем, здесь ветра не ощущается, солнышко припекает. Мы идем горяченной просто картошкой с рыбой. Пахнет... Ваня, секунду. Пахнет просто, вы не представляете, невероятно вкусно. Да. И такое ощущение, как будто мы приехали куда-то на море. Да, Ваня? В смысле на море, мы и так на море. Но как будто мы на какой-то курорт приехали. Вообще. Такое вот, знаете, прям чувство, как будто мы на отдыхе. Ой, сумка падает. Вообще, такое чувство. Смотрите, как выглядит рыба. Вот такой большущий кусок рыбы и такая толстая картошка. Так надо посолить, не соленая. Скинчик вообще будет лучше. Иди переодевайся. Слышишь меня, Ваня? Скинчик, я поцеловал. Скинчик, я поцеловал. Скинчик, я рада тут вообще. Чуть ли не писается от счастья. Да? Ты нас ждала? Моя девочка. Да. Ждала. Ждала маму и Ваню. Тоже кушать хочу. Не знаю, что хочу, честно. Ваня, на твою картошку. Сиди, раздевайся. Что там? Надо будет сейчас найти что-то покушать. И ужин готовить. Такой хороший кусок рыбы. Это очень популярное английское блюдо. В Ирландии его очень любят. Класс. Ты любишь такое, Вань? Блин, неудобно. В общем, короче, не буду издеваться над рыбой. Сейчас нормально ему тут все порежу. Да. Вот. Ой, я тебя любила. Это можно я попробую? Ты это любишь? Да. Вкусно? Короче, это очень вкусно. Приятного аппетита, Ванюша. Спасибо. Слава сечку. Ну что, я приступаю к приготовлению ужина. У нас сегодня будет паста с грибами. У меня есть грибы-шампиньоны. И у меня есть сушеные грибы, которые я уже отвариваю где-то час. Порезанный лук и пристаю сливочное масло. У меня нет такого четкого рецепта, как готовится эта паста. Все делаем по наитии. Так, отрезаем кусочек сливочного масла. И вы однозначно на мой вкус вкуснее со сливочным маслом. Не пожалею масло со сливочным. Так, включаем бра-бра-бра-бра-бра-бра-бра-бру. Все, лук порезан. Теперь я режу шампиньончики, а потом уже займусь сушеными грибами. Так, все, потихонечку я выкладываю лук, грибы. Пока сковородка догревается, я еще нарезаю грибы. Это уже сушеный и вареный гриб. Я тоже нарезаю помельче. Если вы помельче, не обязательно. Может быть, вы наоборот, любите крупнее. Вот. Все нарезаем и отправляем в шампиньоны. Шампиньоны у меня уже с луком. Вот, немножко обжарили. С луком я добавляю немножко белого венца. Сухого. Все, немножко. И даем ему выпариться. Я не солю, не перчу, потому что я буду все это делать с сыром с плесенью, а он соленый. Если не хватит соли, тогда досолю, а так пока будет так. Все ждем, когда выпарится вино, и буду добавлять уже сливки. Как выпарилось у нас вино, мы добавляем сливки. Сливок я добавила 250 миллилитров. Все, немножко подогреем все это делать сливков. Я не буду добавлять ни сливкой, ни муху, ничего, потому что мне кажется, они так запускать нормально. И когда немножечко сливки подогреются, добавлю уже сливки. Что, Ваня? Это с папой вечером пойдете плей. Сливки у меня закидели, и добавляем сыр. Я сразу не стала весь добавлять, потому что боюсь, что будет перессорено. Сейчас я вам в итоге... Не хочет падать. Ладно. Видите, он такой густой соус стал без всякой муки, без спрахмала, без всего. Так. Сейчас сырочек растворится. Я попробую и решу. Нужно еще или нет. Я сейчас пока готовила, смотрела видео нескольких блогеров. Они автоматически меня включаются. Блогеры, которых я смотрю. Ой, устало что-то. Вот. И это были их старые видео о том, как они путешествуют на поезде куда-то. Кто из Питера на юг, кто из Москвы на юг. Не суть важна. Вот. И как же я мечтаю поехать куда-нибудь на поезде. Обожаю поезда. Обожаю стук колес. Запах на перроне, когда, да, какого-то топлива, что ли, или чего-то. Как, что пахнет, я не знаю, что так пахнет. Очень люблю вот эту всю атмосферу. Купе. Красота. Вова категорический противник поездов. Он считает, что на самолете лучше, комфортнее, проще, иногда дешевле. А я с ним абсолютно не согласна. Нет, я согласна с ним по этим пунктам. Но для меня поезд это удовольствие. Знаете, психологи, которые занимаются аэрофобией, говорят, что люди любят поезда, потому что не любят самолеты. Ну, то есть, как бы это чаще всего, не всегда, но чаще всего это взаимосвязано. Аэрофобия и любовь к поездам. Несмотря на то, что я аэрофоб, у меня, мне кажется, отдельно существующая любовь к поездам. Я их просто обожаю. Я помню, как в детстве мы с папой ездили на электричке в деревню к бабушке. Причем мы сначала ехали на одной электричке, пересаживались на другую электричку, а потом еще на автобусе ехали. Длинный путь, не было прямого сообщения. Вот, я помню, знаете, мы с ним едем, и какая-то станция, да, он знает, что станция будет длинная остановка. Он меня оставлял в вагоне сидеть на сидении на своем, а сам выходил на перрон курить. И каждый раз, когда поезд делал так вот, я каждый раз сидела и думала, ну все, я сейчас уеду. Я смотрю, он за стеклом, ну за окном стоит, на меня смотрит, да, то есть он прямо передо мной стоит. Я на него смотрю, он на меня стоит, смотрит, улыбается, курит, довольный. Вот, и в принципе, я хочу сказать, что это не безалаберность моего папы, так делали, мне кажется, все. Тогда это была абсолютная норма. Не думаю, что тогда меньше плохого случалось, просто не было такой огласки, наверное. Но, тем не менее, детей спокойно вот так вот оставляли. Так что поезда моя любовь, я очень их люблю. Но, когда живешь на острове, в общем-то, про поезда можно забыть. Вот. Так что сейчас опять смотрю очередное видео. Причем сейчас делают довольно комфортные поезда, вагоны и с персональным душем, и с туалетом. Для меня прям идеально сесть в поезд, что-нибудь вкусненькое взять, книжечку. И по окошке иногда посматривать, красота. А самолет что, сел и ничего не видишь? Вот. А вы что, больше любите, самолеты или поезда? Пишите. Давайте обсудим эту тему. Вообще, кстати говоря, те, кто меня смотрит, напишите мне, пожалуйста, интересно ли вам обсудить тему аэрофобии. Хотите конкретно моей, хотите, в принципе, аэрофобии. Потому что я, как сказать, это то, что в жизни мне очень мешает, это то, и это то, чем я занялась и над чем я работаю. Я не над многим в жизни, не над многими своими пунктиками работаю в жизни, но это то, над чем я вот тружусь периодически. Поэтому напишите тоже, интересно вам будет или нет. Ну что, у нас время уже полодиннадцатого вечера. Кэрри только что лежала около окна. Пришла ко мне и свою игрушку приперла. Вова. Играют с Ваней наверху. Дело в том, что Вова сейчас очень много работает. Вот он буквально освободился, ну, где-то полдесятого, наверное, вечера. Вот. И Ваня, конечно, очень, я бы не сказала, что он обижается, но он расстраивается, что папа, ну, не может ему времени столько уделять. Вот. Поэтому мы сегодня даже не пошли с Вовой ходить. Он быстро погулял с Кэрри и пошел с Ваньком позаниматься немножко перед сном, потому что Ване прям не хватает общения с папой. Вот она пришла, причапала, причапала. Уселась рядом с мамой. А у меня, представляете, несмотря на то, что я кремом мазалась, мне кажется, я не мазала себе уши. И ухо теперь чешется у меня. Представляете, я обычно всегда... В том году я всегда мазала, потому что я знала прекрасно, что уши обгорают. А в этом году что-то я забыла, отвыкла. Ване намазала. Самое главное, я прям помню, как я ему мазала уши. Вот. О себе забыла. Теперь у меня ухо горит. И это, и это. Вот. Но лицо более-менее ничего. У меня есть одно дело важное. Мне нужно будет съездить к Ване в школу и забрать Ванины книжки. Я не знаю конкретно, что это будут за книги. Обычно им в конце учебного года... Ну, конец учебного года обычно в июне, а не в мае. Обычно в конце учебного года раздают их рабочие тетради за год. И показывают, что они там нарешали, нарисовали, написали и так далее. То есть результаты работы показывают. Обычно родители приглашают в школу, и родители смотрят. Вот. В общем, завтра есть важное дело. Главное не забыть. Поеду одна, потому что попросили детей не брать. Но об этом уже завтра. На сегодня, наверное, это будет уже все. Буду заканчивать это видео. Всем спасибо. Увидимся завтра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok